Добрый вечер, уважаемые телезрители! Государственная независимость – это начало качественного, но исторического этапа для современного Таджикистана. О реализации стратегических целей страны расскажет Карим Хайдар. Одним из достижений периода независимости является определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и промышленности, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время принимаются меры по эффективной реализации четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог, спортивных сооружений, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Сегодня Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых зеленых городов мира и является одним из самых экологически чистых городов Азии. В одном из своих выступлений президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмма Мали Рахмон, подчеркнул, что построение здорового и развитого общества тесно связано с развитием науки и образования. Принимая во внимание это, правительством страны в последние годы созданы все условия для развития науки, профессиональной подготовки, учебы и воспитания подрастающего поколения. В этом плане в городе Душанбе и в целом по всей стране развернуто строительство образовательных учреждений, в которых создаются условия, отвечающие международным стандартам. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Государственная политика в области образования является одним из приоритетов социальной политики Республики Таджикистан. Развитию сферы образования особое внимание уделяет президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмма Мали Рахмон. Сегодня в Душанбе в более чем 200 образовательных учреждениях обучаются 285 378 учащихся. Если в городе Душанбе в 2017 году вели свою деятельность 140 средних общеобразовательных учреждений, в 2018 145 учреждений, в 2019 149, в 2020 151 учреждения, в 2021 193, в 2022 199 учреждений, и в 2023 их количество составило 201 образовательные учреждения, что на 52 больше, чем в 2017 году. Согласно данной статистике, город Душанбе добился значительных успехов в плане повышения качества образования и модернизации инфраструктурных условий в сфере образования. Если проанализировать имеющуюся статистику, количество ученических мест в 2017 году составило всего 183 411, в 2023 году этот показатель увеличился и составил 268 787 мест, что составляет более 85 376 посадочных мест. В то же время в Душанбе год от года увеличивается количество школьников, что свидетельствует о необходимости создания новых образовательных учреждений. В этом ключе руководство исполнительного органа государственной власти города Душанбе уделяет особое внимание созданию новых учебных заведений во всех уголках столицы. В настоящее время в городе Душанбе продолжается строительство трех образовательных учреждений в районе Исмуэли-Сумуни, в районе Шох-Мансур семь учреждений, в районе Сино-12, в районе Фердавси пять образовательных учреждений. Всего 27 учреждений. В ходе наблюдений выяснилось, что учебные заведения оснащены современным оборудованием и технологиями. Учителя эффективно используют созданные условия. Передовые методы обучения в школах налажен качественный учебно-воспитательный процесс подрастающего поколения. Создание благоприятных условий и государственная поддержка способствовали тому, что в образовательных учреждениях Душанбе увеличивается число участников и победителей школьных предметных олимпиад, областного, республиканского и международных уровней. Если в 2017 году в городе Душанбе действовало 126 детских садов, то в 2018 году это количество составило 135, а в 2019 году – 137, в 2021 году – 150, в 2022 году – 161, в 2023 году – 163 детских сада, что по сравнению с 2017 годом больше на 37 детских садов. В Душанбе, в районе Исмойли-Сумуни, продолжается строительство 18 детских садов. В районе Шох-Мансур еще 18, в районе Сино – 16 и 10 детских садов в районе Фердавси. Всего 62 дошкольных учреждения. Сдача в эксплуатацию образовательных учреждений современными условиями для учебы, в том числе обеспечение инновационных технологий и внедрение передовых методов обучения, несомненно, будут способствовать повышению уровня знаний, расширению мировоззрения учащихся и заложат реальную основу для интеллектуального развития и новаторства подрастающего поколения. В рамках плана мероприятий, посвященных 35-летию государственной независимости, предусмотрены строительство и сдача в эксплуатацию новых школ и дополнительных корпусов в городе Душанбе, что позволит улучшить качество, повысить уровень образования и воспитания, создаст благоприятные условия для изучения наук. Талисманом первого чемпионата мира по Гуштингири, который пройдет в столице Таджикистана в городе Душанбе, выбран снежный барс. В первые два дня состоятся открытия чемпионата и выборы главы Международной Федерации Борьбы. Сами поединки будут проходить 30 и 31 августа в Душанбе во дворце тенниса и водных видов спорта столицы. Нашу страну на чемпионате представят 18 спортсменов, 12 мужчин и 6 женщин. История, цивилизация и национальные традиции таджиков были возрождены в годы государственной независимости Республики Таджикистан и сегодня считаются важной, обогащающей и объединяющей частью мирового сообщества. Среди таких древних традиций нации национальная борьба Гуштингири. 30-31 августа в Душанбе пройдет первый чемпионат мира по национальной борьбе Гуштингири, на котором примут участие представители этого вида спорта из 65 государств мира. С 14 лет я занимаюсь этим видом спорта Гуштингири. Я участвую в районах, городских и областных соревнованиях. Для нас, спортсменов, большая честь и гордость, что в Душанбе пройдет первый чемпионат мира по Гуштингири. Мы серьезно готовимся к этому престижному чемпионату. По этому поводу утверждено соответствующее постановление председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмумали. И в настоящее время продолжается процесс подготовки к проведению чемпионата на высоком уровне, который состоится в комплексе тенниса и водных видов спорта. В настоящее время члены сборной команды Таджикистана по Гуштингири усиленно тренируются, а также занимаются подготовкой своего соответствующего веса для каждой весовой категории. В целом в первом чемпионате мира по Гуштингири примут участие от Таджикистана 18 спортсменов, 12 в мужских состязаниях и 6 среди женщин. В первом чемпионате мира по национальной борьбе Гуштингири в Душанбе примут участие 18 таджикских спортсменов. Всего примут участие более... Талисманом первого чемпионата мира по Гуштингири, который пройдет в столице Таджикистана, городе Душанбе, выбран снежный барс. Спортсмены будут соревноваться в 9 весовых категориях, в 3 весовых категориях среди женщин и 6 среди мужчин. Напомним, что таджикская национальная борьба Гуштингири при поддержке лидера нации, президента республики Таджикистан, уважаемого Эмамали Рахмона, получила международный статус, что способствует дальнейшему развитию этого национального вида спорта в стране. Отметим, что согласно постановлению председателя города Душанбе, в 2024 году в столице состоялся международный турнир по национальной борьбе Гуштингири на кубок председателя города Душанбе. В настоящее время таджикские спортсмены усиленно тренируются, чтобы достойно выступить на первом чемпионате мира по национальной борьбе Гуштингири, до начала которого остались считанные дни. В Гуштингири один из самых популярных видов борьбы, от которого происходят другие виды, такие как дзюдо, сампу, кураж и борьба на поясах. Гуштингири имеет высокий рейтинг среди населения и является основным средством популяризации физической культуры и спорта. Зумрат Файзива, Далер Судиков, Новости. Международный турнир по теннису среди подростков на Кубок Президента Таджикистана состоится с 1 по 7 сентября в Душанбе. В турнире примут участие спортсмены из более 20 государств. Соревнования пройдут индивидуально и в парах между юношами и девушками. Напомню, что первый международный турнир по теннису среди подростков на Кубок Президента Таджикистана состоялся в 2005 году. И в 2021 году был включен в календарь соревнований Международной Федерации по теннису. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!